Всем привет дорогие друзья! Вы смотрите реплей по Инорату и вчера мне прислали потенциально любопытный ролик, который называется Вот так наказывают сраных кемперов Не буду говорить кто, чтобы не палить, ну не спойлерить точнее Значит мы посмотрим сражение Undead за Изенгард и Firefly за гномов Гномов Синих Гор в частности Старт в Бильбо Бэггинса Undead сразу же запаливает птичками, что его ожидает Но я не думаю, что есть смысл играть в кузницу здесь, на этой карте Ну или мастерскую точнее Просто из-за того, что здесь такие крипы, нафармить повозкой будет крайне сложно В плане того, что Изенгард, ну кстати вот смотрите, что делает Undead Undead выходит в скаутов и пытается зачистить призраков Они себя не окупают То есть вы получите 200 монет ровно за призрака и еще 200 за второго, если удастся это сделать То есть это получается такая реверсивная психология Потому что стартовать в скаутов невыгодно Нет смысла стартовать в повозку Ну то есть скаутов не будет, не будет кого давить Повозка себя не окупит, крипов не заберет А даже если заберет, то это будет контрпродуктивно Но Undead выходит в скаутов и занимается криппингом Не понимаю для чего Но окей Для него это сработало Он забирает призрака и пытается забрать второго В это время построился первый отряд мечников Дейла и второй тоже Нанимается Бильбо пошел Бильбо, насколько я понимаю, будет качаться на пауках Так как Не думаю, что Бильбо себя окупит, если просто будет сражаться То есть 300 монет ради того, чтобы захватить таверну, это дороговато Поэтому Бильбо надо прокачать И на седьмом уровне он сможет спаунить немножечко деньжат Но Firefly делает не то, что я подумал Я думал, что он его оставит здесь Чтобы он прям именно обузил пауков Качался Но он решает все-таки криппинг полноценным образом Он ставит две шахты с разных сторон И первый отряд мечников Дейла отправляется в тыл Если он стартовал с Ворчанта Что является истиной То он может Пардон Закашля Попытаться слить одну плавильню Но скауты тут как тут Два отряда уже есть И они готовы защищать свою родину Андет успел нафигачить плавильню То есть у него уже 11 строится, если не ошибаюсь Да, 11-е Больше чем нужно И мечники Дейла погибают Приходит еще один отряд Они уже второго уровня И нужно сейчас сносить какое-то здание срочно Кидается Ворчант Но тут есть птицы И птицы контрят его соответственно Дебаф висит на мечниках И мечники не успевают снести Firefly понимает, что это будет слив Поэтому он отступает Все-таки они второго уровня И они могут восстановить свою численность Еще один отряд вместе с Бильбо Высаживается Бильбо уже третьего уровня В это время птицы Андетта подлетают на базу И видят, что здесь заказывается повозка У него большие проблемы Он должен стартовать в кавалерию Но нет, у него есть вариант номер два Это копейщики И в принципе они ему тоже помогут Но прикол в том, что повозка это не просто ценный мех Но еще и очень вкусное мясо Повозка может давать лидерку Так что даже несмотря на то, что будут копейщики И возможно повозка не сможет никого продавить Почему я говорю возможно? Потому что всегда стоит надеяться на какой-то Плохой контроль Или просто на волю случая Но даже если она не сможет давить Она сможет бафать Построились фаланги Есть аж три отряда мечников Уже в шахте И еще один здесь подкачался Бильбо захватывает вторую сигналку То есть теперь варчанты юзаются очень быстро Ну я кажется понял, кто кемпер Это плохое решение То есть он отдает две сигналки своему оппоненту Ради того, чтобы просто больше войск настроить Я не понимаю в чем прикол Но так не стоит играть Да, есть как бы одна очень хитрая вещь Это просто сидеть и выжидать Пока у вас хватит денег на баллисты Но это работает только в том случае Если ваш оппонент особо не нападает Ну посмотрим Мне в целом не нравится эта композиция войск Мечники Дейла, они конечно быстро бегают Они неплохо бьют здание Но когда дело дойдет до сражения То они не смогут это победить Может быть как-то удастся повозкой Фаерфлайю нормально сработать Это еще ладно Но шансы на победу в стычке у Изенгарда выше Чем у гнома Учитывая такие войска Но внезапно Мы видим разрушитель Вот что он задумал Ему нельзя его палить сейчас Но он его запалил Вот что он задумал Он не хочет сражаться Он хочет прикрыть разрушитель войсками Чтобы протащить его под крепость Это совсем другое дело Скажу я вам В таком случае не помешало бы высаживать повозки Что и происходит У Андеда есть два отряда варгов Но тут есть фаланги Посмотрим как получится Проконтролить Едут повозки В целом у Изенгарда армия больше Но У гнома тоже есть шансы Увы бочонки промахиваются Фаланги в нужном месте То есть варги не могут сейчас Быстренько забрать этот разрушитель Он доезжает И у него должно хватить времени Опустить щиты Это минус крепость Отдаются все войска Просто на съедение Изенгарду Просто ради того Чтобы выиграть время И ему удается его выиграть Изенгард не может подвести войска поближе Подводятся варги Но фаланги остаются жить Ищ Что? Нет! Как это произошло? Щиты опустились! Нет! Какой фейл! Ну кажись ему удалось Убить всех варгов Но это прям жестокий фейл Он рискует Может быть ему не получилось Свои войска выбрать Через клик И он поэтому их все обвел Из-за этого Разрушитель два раза Развернулся Но Минус крепость Восьмая минута Матча Минус крепость Изи Неплохо Мне нравится Разумеется Все войска Файрфлай разбираются Потому что Как я и говорил У Изенгарда Комба Посильнее Но Кемперство Сыграло с ним Злую шутку В принципе Это не Алки Он сдается Это не конец Для Изенгарда На самом деле Потому что Он может жить На цитаделях Но Он решает Сдаться Вот такой вот матч Ну Мораль сей басни Такова Не комперите Всем пока